всем здарова ребятки меня зовут павел это очередная серия прохождения в меди вал дайности и сегодня мы будем немножечко декорированием заниматься с вами поскольку у нас тут с недавних пор поселилась до либора наша дорогая уважаемая любимая супруга мы сейчас возьмем деревянный молоточек что тут у нас еще камушки снежок о нифига себе какой большой снежок еще один деревянный молоточек вот этот вот возьмем сразу назначим его где он тут на цифр q2 я тут заметил когда с прошлой серии сопровождал дали борода дома прогулялся чет тут в сумерках и вот что заметил что у нас дорога криво прилегает друг другу поэтому мы сейчас вот так вот возьмем блин еще хуже получилось она теперь прям плохо плохо прилегает но уже лучше чем было и поскольку у нас тут до либора поселилась давайте-ка заглянем в древо технологий нужно обязательно докупить что я еще не докупал штору повесим подвесной фонарь купим на который нужна кожа которую я всю продал в предыдущей серии но это ничего страшного резные деревянные ставни и железный слиток пока себе позволить не могу зато могу деревянную резную дверь железный слиток в количестве одна штука и вот цветочный подвес солома глиняная нить маргаритки дубанчик белина берем далее 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 что-то из ресурсов я здесь размещал здесь только камушки и всякая бесполезная штука там по-моему веточки ой или город и уже пока что ветки с глиной здесь сбросим так неаккуратно пойдем на склад украсим задекорируем внутри наш дом повесим хотя бы один фонарь потому что меня дико бесит что там темно и поставим уже второй склад там за домом а в хранилище то у нас что творится у нас бревна занимают львиную долю вообще вместимости всего сарая у нас тут еще глина есть забираем всю что возможно ведра имеются в основном также у нас инструментом все занято дровами позже 5 штучек но нам нужно 4 соломы 40 досок еще с вами возьмем и вот то что здесь разбросана у меня нам нужно найти здесь льняную ткань разберем а железный слиток у меня есть 122 железных слитка у меня тут кстати я тут вот какую штуку заметил капуста которая все это время лежала в ящике количестве 146 штук блин я ее не туда выкинул она так и осталась стопроцентной то есть если у нас есть излишек провизии мы его просто во всем количестве спихиваем в декор и пускай он лежит на улице вряд ли это связано с зимой то что она не испортилась скорее всего просто игра не просчитывает этот ресурс как ресурс в принципе так кожу взяли льняную нить взяли ткань взяли железные слитки взяли в древо технологий так и не зашел я чтобы докупить резную деревянную дверь не хватает вот укрепленные деревянные ставни блин тоже не хватает мало 5 денег осталось короче все растранжирил вот это чей череп лося а там внизу видимо зубра да а у меня в инвентаре какой у меня оленей череп оленя вот тут где-то было украшение череп оленя трофей оленя за пятихатку берем и штурмуем наш дом попытки его декорировать иногда мысли просто разбегаются с того что нужно сделать из того что хочется сделать так что нам нужно здесь у меня тут куча трав валялась каркас могу ой деревянный чердак украсить ой ячейка 1 украшение из соломки нужно 10 солом я думаю что до тех пор пока мы основательно декором не занялись но поднять настроение нашей супруги нужно мы задекорируем тем чем можем хотя бы вы для цветочного подвеса который я хочу разместить над кроватью нам не хватает маргариток одуванчиков и белины соответственно мы выходим открываем сундук блин у меня все это время был один одуванчик теперь у меня их 179 вот как-то но почти возле кровати цветочный подвес пускай висит где-нибудь в центре мы сейчас разместим ячейка 6 это где-то сбоку да солома недостаточно и веток недостаточно вот хотя бы один фонарь пускай здесь висит далее стены чё за фигня снаружи не могу построить снаружи не могу построить трофей пускай будет здесь поставим лохань рядышком чтобы было где мыться возьмем пару камушков есть тут где-нибудь прям вот пару парочку на окна кое-как развесим шторы их нельзя почему-то закрывать хотя кисейная занавеска тоже неплохо выглядит или как их потом разберемся вот сюда штору вешаем сюда штору вешаем здесь мы сейчас повесим а ну-ка дайте мне взять бревно и закрываем на не получается полочки тут разместим везде где можно понатыкаем их вешалки какие-нибудь ну и декора понатыкал надеюсь это поможет настроение нашей супруги дорогой вот сразу кстати забыл что нужно взять воды и наполнить лохань лохань заполнена теперь мы домой постоянно будем заходить чистеньким что в принципе хорошечно скидываем вёдра лишнее блин а чё я мясо с собой таскаю до сих пор не ясно наведу здесь порядок за кадром но не сейчас сейчас нам нужно разметить тропинку и сарай кое-как задекорировано конечно я с вами целиком и полностью соглашусь то что то что здесь есть сейчас в принципе не эстетично но я надеюсь что в ближайшее время удали бор и настроение будет выше всех принципе так и есть сейчас кстати она работает вообще не по профессии прям совсем-совсем хочу у нее там хорошо ремесло у нее хорошо луж и далибора так если у тебя с ремеслом все хорошо может быть ты пока что пока я хожу будешь делать у нас в мастерской глиняные флаконы мы пока будем строить декорировать а к тому времени далибор уже все сделает о можно увеличить интенсивность работы а это ей нужна всего лишь глина для этого поэтому мы берем большую плетеную корзину здесь я где-то скидывал глину забираем глину вот оттуда где-то сбросил там неаккуратно еще 55 единиц или уже 55 единиц и сейчас когда построим склад отнесем пренепременно глину на новый склад для этого скинем большую корзину она упадет и в нее скидываем всю глину хорош так далее размещаем постройку хранилище 2 я решил что где-то здесь поставлю склад объясню свою задумку я буду из дома выходить вот так вот проходить мимо склада он будет по правую руку по левую руку будут производственные здания и здесь вот мы будем упираться в еще ряд из трех-четырех жилых домов которые будут полукругом вместе с этими всеми постройками здесь между складом и домом домами мы сделаем забор большой заднего двора у склада не будет у него будет боковой двор вот с кусочком этих вот деревьев и мы задекорируем здесь расставим доски какие-нибудь но факела разумеется бревна раскидаем камушки будет у нас такой складской декор сейчас нам нужно взять 12 камней можно и и эти собрать принципе-то фундамент прямо из-под ног у нас получился а могу ли я разместить на этой стадии эх не могу ну ладно далее нам нужны бревна и далее бревна и доски сейчас мы каким-нибудь макаром интересным блин нет так не получается общая вместимость у нас теперь 4000 килограмм и пока я строил склад у нас уже появились деревянные флаконы вот такая у нас долибора молодец а мы и скидываем 5 кусочков глины сейчас и тут вот в инвентаре еще скину все бревна прогуляюсь до своей волшебной корзинки с превеликим удовольствием ну конечно я магистр йода просто джедай уровень бог россимир берем глину складываем и нафиг 83 куска глины вполне себе у нас дома свет загорелся теперь этот хлам особенно сильно видно давайте наверное все это заберем отсюда и и утащим это на склад всю бяку будем на складе держать я настолько перегрузился и даже корзинку не ой вот она средняя средняя плетеная корзинка вот ее мы возьмем льняную ткань чё тут больше ничего не валяется особо но освещение нужно гораздо больше блин разработчики а чё за история такая интересная деревянный чердак украсить кожа надо надо кожи еще взять потом освещение было побольше шит из слушайте а нашу жену вообще нам нужно переодевать в зимние вещи каким-то образом нет или она сама это делает еще один фонарик в центре поставил так как-то по симпатичнее получше побольше освещения но все равно мрак какой-то прям мрак мрак не очень не нравится день уж заканчивается 6 всего их сезоне у нас 7 нужно потихонечку потихонечку переносить постройки вот так вот как-то полукругом их ставить и сделать еще дорожку тропинку вот отсюда вот эти деревья я оставлю разумеется чтобы от житницы у нас была такая задекорированная тропинка ой какие планы барабаны у такая красотища тут будет конечно и в первую очередь что нам нужно поставить здесь глиняную мастерскую то есть обычную мастерскую жалко ее нельзя никаким образом перенести и если тропинка будет между деревьями как-то вот так идти то логичнее предположить что вот эти деревья нам не нужны вот он ребята по моему это последний день зимы я немножко навел порядок за кадром перед сном так сказать походил побродил убрал здесь все с пола в ящике оставил одежду россимира игрушечный меч покрывала длинный капюшон опа блохань упал далее что смотрите как схитрил опа упал россимир ты чё подымайся вот это да обновление прикольно общем глядите сюда я тут мясо сложил то что у нас охотники добывают и капусту она все стопроцентное и не портится понимаете и возьмите тоже на заметку on игра видимо рассчитывает то что этот декор несмотря на количество факел сломал блин ну ладно довел и короче до ума вот это здание и сейчас мы зайдем во вкладку управления с вами похимичим там немножко из на склад смотрите тут я бревна раскидал по 20 25 штук камушки сложил тоже примерно по 20 сюда сложил дрова в плетеный ящик и вроде как бы и все досок мало бублик а ты что здесь делал а еще вон видите тут ящики стоит стоят две штучки значит в левый я сложил все что касается у нас саженцев семян и трав в правый сложил льняную нить и льняную ткань кстати говоря мне стебель на у меня здесь есть замечательно давайте зайдем сюда на склад и посмотрим что тут у нас по инструментам кстати говорят чаши скидываем сразу по инструментам значит копья лишние нужно будет продать нафиг следующий раз собой возьмем сумки понятно вроде пока что хватает особенно топоров большое количество и лопат из несъедобного тут гниль у меня лежит потом сделаю из нее удобрение и вот тут вот у нас что-то очень много непонятно чего дров 382 единицы бревен 65 веток но бревна и лишку просто вытащил досок мало камни известняк в общем нам в первую очередь вот что нужно сделать давайте выйдем сюда я факел не взял он меня дома кажется оставил долибора открываем сундук берем факел выходим из дома и открываем вкладку управления далее идем сюда пролаж землекопов все в камень почему я так делаю потому что мне кажется что нам в скором времени в самом скором времени понадобится очень много камня а глина на продажу для флаконов и для декора для глиняных горшочков соответственно известняк вот для утепления домов это позже солому мы если что купим и она дешевая или сам наберу прокачаю попутно навыки выживания далее дровяной сарай тут мы количество дров наверное уберем потому что у нас их прям хватает 200 единиц в день мы потребляем и 1910 у нас есть плюс еще запас поэтому идем дровяной сарай и каким-то вот таким вот образом нам игра рассчитывает вот как-то так 45 сюда 40 сюда 5 и 10 сюда из зеркально делаем в дровяном сарае во втором и того суммарно с двух дровяных сараев мы будем получать примерно по 70 досок тут по 12 веточек вполне нормально дров по если округлить ну где-то и дра дрова и бревна по 35 единиц нормально учитывая то что мы в день потребляем дров по 204 у нас есть запас мы пока что ударимся в доски и бревна кстати сразу надо доложить их вот отсюда мы дрова берем и не можем теперь ходить замечательно стебель на насколько я понял я могу делать в амбаре а нет я же стебель на могу делать в пряльне вот в этой как она правильно называется то господи ткацкая мастерская точно сейчас мы сюда зайдем ткацкий станок не то прял к льняная нить и 14 нитей как с куста а купили мы льняную вот эту всю историю за бесценок практически готовую льняную нить складываем в ящик стебель на аналогично ящик и того у нас уже нити 19 штук и ткани 3 единички пока что хорошо идем далее что нам нужно у нас зима 7 день далее у нас уже будет весна соответственно нам нужно разметить первые наши поля мне кажется что неплохой идеей было бы вот по этой прямой мы и сейчас продолжим ну-ка где у нас дорога и вдоль как-то вдоль как-то вот до сих пор мы дорогу сделаем и вот по этой линии мы сейчас поставим раз два три дома еще дополнительно как-то так я разметил вот эти три домика они вроде как вровень идут дверь я поменяю дверь везде будет ориентирована вот сюда и и и и и и знаете как мы еще сделаем мы наверное вот это вот эту тропинку хотя нет мы ее так и оставим пускай здесь будут небольшие дворики у поселенцев вот если ориентироваться вот так по окончанию этой тропки мы может быть полукругом или буквой т разместим здесь постройки для сельхоз постройки для земледелия фермерский сарай ой мельницы еще есть возможно и мельницу и амбар естественно а поля поля свои первые полноценные так сказать мы разместим вот тут вот да вот в этом промежутке от той дорожки и вот куда-нибудь сюда возможно с дорогами между полями тоже проведем и как-то пускай это может быть даже сюда будет упираться довольно большой обрывок земли тут я надеюсь этого вполне себе хватит и также если мы вдруг решим расширяться у нас будет возможность пройти вглубь леса там поля поставить и вдоль дороги для наших сельхоз работников вот также выставить постройки дома и всевозможные там амбары сарае возможно понадобится чуть больше чем один так далее нужно взять попробовать яблоню или что-нибудь около того пускай здесь будет в центре у нас 4 шикарных яблони для этого нам нужно поставить здание земледелия фруктовый сад и судя по всему это должно работать как-то а все через я понял все через одно интересное место получается да ну ничего страшного мы сейчас тут найдем выход из ситуации вот здесь вот раз яблоньку вот здесь вот яблоньку блин а тут получается что 2 то вполне себе хватит ну да ладно мотыгу не взял а первая яблонька есть и вторая яблонька есть хорош россии мир вот и конечно красавчик далее можно высадить яблоньку где-нибудь возле дома почему бы собственно и нет мы можем а я дом то строил не ориентируясь на поля не перпендикулярно полям да получается конечно фигня какая-то но зато мы можем построить построить грех высадить яблоньку где-нибудь вот здесь таким чудесным и незамысловатым образом высаживаем хорошечно вот так вот заборчиком все дела обнесем красивенько и на входе у нас будут две яблони не то чтобы это прям все дело сильно симметрично но в процессе впоследствии это должно выглядеть более менее красиво и я надеюсь что именно так и будет далее поскольку у нас сегодня серия планировалось под декор но и я скорее про перестройку есть всего по чуть-чуть сделал нужно спланировать знаете что у нас там вот есть ткацкая мастерская и тропиночки бы сюда провести кстати сразу вот так вот раз два три четыре пять и шесть можно даже 7 чтобы она тут все вроде как в перемешку так получилось вот ткацкую мастерскую мы с вами куда перенесем вот это все дело мы срубать не будем мне эта идея не нравится потому что деревья это тоже декор который растет самостоятельно к сожалению деревья мы посадить почему-то до сих пор не можем что несомненно печаль беда и и и и и и где у нас тут производство швейная лавка 2 вот между деревьев мы ее примерно вот таким вот образом расположим что нам кстати нужно для нее сколько камней 8 камней и по-моему очень много досок на нее ж надо там же крыша какая-то прям модная модная до новая анимация постройки насколько я понял она новая вот это заполнение зеленым индикатором прикольно выглядит швейную лавку перенесли следующей серии можно будет уже и заборчиками заняться я думаю да идея в принципе неплохая кстати можно было бы посмотреть как выглядит вообще забор бревенчатый забор я видел дощатый как выглядит а это типа что-то более менее аккуратная да и насколько он толстый ой ну блин это такой декор но это прям декор декор просто ровный красивый более-менее заборчик а бревенчатый ой извините мадам как вас там эмерика блин ну вот я не знаю напишите в комментариях кому что больше нравится но по-моему тут даже снег уже изначально появился он выглядит массивно забор который защищает деревню прям ну а это так внутри поселения можно вот им застраивать хотя тут сверху вроде тоже что-то около снежная да что нам еще нам бы кузницу перенести да а вот куда бы кузницу перенести я даже не знаю я не знаю можно вот она нам чаще будет до нужно ее можно вот сюда вот прям перенести и из таких построек нам еще понадобится а все остальное нам и не не понадобится ну да на кухне мы наверное лично появляться не будем калашах тем более нам нечего делать доски дровосеки нам самостоятельно принесут а у меня охотники есть есть а чё ты делаешь на это о том то о чем богатырь писал да точно здесь рядом нет животных поэтому она стоит типа работает но все с тобой ясно а чё подождите мы зашли и она вдруг встала пошла и поменяла угол да молодец там уже хорош стоять здесь место получше возле двери ясно я тебя понял до свидульки вот теперь я доволен теперь я в этой серии доволен основные производственные здания у нас пересены перри перенесены вблизь поближе к дому да складская зона у нас тоже перенесена кое-какие тропиночки мы с вами уже наметили вот эту мы продолжим сразу где то чтобы она вот так вот раз и аккуратненько заходила и отсюда тоже так вот раз и вот так вот вот теперь можно это будет уже смело декорировать здесь сделаем небольшой проход как-нибудь вот сюда чтобы здесь разместить жилые здания почему бы собственно и нет для наших работников которые уже на постоянку здесь будут что-то производить ну а на этом сегодняшнюю серию я думаю стоит закончить все-таки план мы кое-как выполнили постройки повторюсь перенесли тропиночки наметили посадили первые яблони задекорировали кое-как свой собственный дом следующей серии можно будет либо переносить делать городки из лесников и землекопов соответственно заодно убьем второго зайца расширим еще склад на пару тысяч будет вообще шикарно и охотника можно будет перенести вместе с рыбаком куда-нибудь туда вот такие вот у нас на сегодня дела ну и всем спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки оставляйте фидбэк в комментариях с вами был павел всем вкусного чая и добра